Здравствуйте, дорогие хорошие! Сегодня я возьму вас с собой в Блиц-тур на Балтийское море на один денёк. Мы едем с нашими друзьями на остров Пёль. Остров Пёль небольшой, находящийся к северу от города Висмар, к которому мы сейчас приезжали. Остров Пёль, имеющий где-то 36 квадратных километров, он небольшой. Население тоже не ахти, где-то меньше 3000 человек. И, соответственно, основная отрасль – это туризм. Туристы могут приезжать и отдохнуть, и порыбачить. Так что, если вы рыбак, то здесь очень много видов разных рыб. Треска, угорь, судак, камбала, сельдь, морская форель, угорь я, по-моему, уже назвала. Очень вкусные сорта рыб. И если вы любите есть рыбу, здесь местная секретная информация. Это вот как раз этот ресторанчик. Мы к нему подъезжаем. В этом ресторанчике можно поесть очень свежую рыбу. И цена тоже очень привлекательна. Мы вот паркуемся, чтобы позавтракать. Погода еще не распогодилась, но она распогодится. Я еще раз написала вам, как называется этот ресторан и адрес. Он находится на пристани. Можно наблюдать и расслабляться, слушать ветер, сидеть снаружи или внутри. Было еще прохладно, и мы сели внутрь. Мы будем в этом ресторане еще и обедать. Мы заказали стол. Нужно было заказывать предварительно, иначе мы не получили бы места. Вот мы с удовольствием завтракаем. И в приятной атмосфере с друзьями это, конечно, всегда удовольствие. Не правда ли? И планируем, что мы будем делать дальше. И мы были озабочены, распогодится ли погода. Но по словам нашего друга, она должна была распогодиться. Так что мы ждали. Вот это сорта рыб. Видите, первый угорь. По-моему, там дальше идет судак или трескан. Я не рыболов. Я сужу о рыбах по вкусу. Вот это когэ называется. Из дерева. Она очень нам всем понравилась. Она, конечно, не современная. Это не яхта. Но очень такая самобытная и подходит к местности. Мы решили проехать по местам, где мы были в 2018 году. Мы снимали дом на несколько ночей с камином. И очень хорошо провели там совместное время. С друзьями, за разговорами, за барбекю. Ему тоже могу посоветовать. Но это, конечно, угол не для молодежи. Потому что молодежь хочет что-то предпринимать. Здесь более спокойная атмосфера. Как раз если ты работаешь, где ты имеешь множество людей вокруг себя, то это как раз рекомендация для вас. Тут вы отдохнете душой от большого количества людей. Здесь вы также можете сделать из глины посуду, ее обжечь. Я покажу еще дальше этот магазинчик. Вы видите камышовые крыши. Они шикарно выглядят. Кажется, они такие мягкие, бархатные. Это мы ищем парковку. И смотрим, как выглядит эта улица, на которой мы два года назад хорошо провели время. Здесь есть также квартиры для сдачи в наем. Можете всей семьей приехать на лето, готовить. И такие возможности очень удобны для семей с двумя, с тремя детьми. И здесь отдыхают семьи. Мы нашли парковку. Идем вниз. Это еще раннее утро. На парковке было тепло. Парковка была где-то вверху. Мы идем вниз, к морю, к Балтийскому. Оно называется по-немецки намного короче Ост-Зе. Ост-Це. Восточное море. У нас оно называется Балтийское. И радуемся увидеть волны, услышать ветер. А здесь также можно взять пляжную корзинку для сиденья. За день 10 евро, за неделю 60. Это мы в этом магазинчике. И ищем определенные чашки. Здесь мы их не нашли. И что интересно, это такая популярная немецкая игра. Дружище, не злись. В морском стиле. Мы сначала даже не поняли, что это за игра какая. Потом разобрались. Потому что фигурки, конечно, если вы видите, сделаны в морском стиле. Очень интересная игра. Могу вам рассказать, как в нее играют. И можно очень здорово разозлиться в ней. Но это запрещено. Это бюро по сдаче апартаментов, как сказать, квартир или каких-то отелей. Мы заплатили кур-таксы. Это курортную таксу за 4-х человек 8 евро. И вот выходим на море. Солнце придет. Сейчас еще не совсем солнечно. Но будет солнечно. Это еще первая часть. Вот эти пляжные корзинки. Как они называются? Я была рада, что я оделась. Иначе мне было бы холодно. Вот вы слушаете шум волн и ветер. Ветер очень солидный. Мне приходилось держать свою шляпу. Вы видите водоросли. Этими водорослями пахнет. Воздух очень йодосодержащий. За счет этого воздух считается лечебным. И помогает при перонхите, легочной астме, хронических кожных заболеваний. В общем, вы не только отдыхаете. Вы также и оздоравливаетесь. Даже если просто гуляете. И дышать легко. И свободно. Но это все, наверное, знают. Кто ездит на Балтийское море. А в России тоже есть. Оно. Вот такое оно в восточной части Германии. Хочется вот по этим пенькам, конечно, пройти дальше. В воду. И наш друг пошел. Но он сказал, очень опасно. Они очень скользкие. Так что практически, извиняюсь, если вы не боитесь намочиться, вы можете туда зайти. Вот шикарные дюны. Они отгорожены. Защищаются от разрушения. И выглядят, конечно, очень живописно. Вот погода становится все лучше и лучше. Скоро выйдет солнце. Цвета шикарные. Я надеюсь, что камера передала. Вот этот вот очень светлый песок. И бирюзовое море. Это магазинчик, где, если вы не боги, можете обжечь свои горшки. Такой минималистический дизайн. Мне нравится такое. Но в моей квартире, к сожалению, это не особо подходит. Да, такой минималистический, натуральный дизайн. У меня более модерн, как бы современный. Но я люблю такие вещи. Я думала, что все-таки я что-то найду. Здесь можно эти кружки также обжечь. Если вы хотите, вы можете принять участие в курсах. Так, шиповник шикарно цветет на дюмах, на песке. Мы решили уйти с ветра. Так как очень интересно, как только ты пересекаешь вот эту вот какую-то лесополосу, которую разделяет пляж с дорогой внутренней. Тоже неветрено и уже, конечно, очень тепло. И вы видите, тут, знаете, мы вышли на эту дорогу. И, соответственно, здесь уже сельское хозяйство. Здесь уже поля, по-моему, растет кукуруза. Мы просто решили уйти с ветра и подождать, пока немножечко разогреется. Все. Так что обещание сбылось. Это вот дом, в котором мы были два года назад. Провели парочку дней. Очень уютный. Кухня внутри, сауна есть. И сколько же мы заплатили? Мы, по-моему, где-то 300 евро за 4 ночи. 300 евро за 3 или 4 ночи. Я вам скажу точно во втором видео. Я забыла посмотреть. Так что вот, это часть номер 1. До скорого!